И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушать и космических путешествий у микрофона, как всегда, ваш покожий слугам Амору и это великолепная игрушечка Факторио с моим Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. За кадром, как вы можете наблюдать, произошли кое-какие глобальные в каком-то смысле изменения. В частности, это коснулось вот этого пояса астероидов. Здесь я основал небольшую такую базу рядом прям с этим кораблем. Эта база до ужаса банальна, просто здесь посадка для приземления, разгрузочная станция и посадка для отправления обратно. В связи с этим на орбите на Ивиса появилась такая взлетная грузовая шахта, которая позволит мне отсюда отправлять ресурсы в плане каркаса космической платформы, а также прямых космических рельс. Это и многое другое, конечно же, позволит мне здесь расстраивать базу. За кадром я успел здесь немножечко построиться, также разработал здесь небольшую схемку космических рельс и проекта космических ячеек. Как это дальше будет здесь расстраиваться? По-моему, это выглядит очень даже классно. Есть, конечно, вопросы к такому виду строительства. И все это касается того, что я не могу размещать, допустим, вот эти вот подстанции на открытом воздухе. А пока здесь не размещен каркас, это считается открытым воздухом. Поэтому мне приходится раз за разом здесь наслаивать эти чертежи друг на друга, чтобы строительство шло. И потихоньку, помаленьку застраивание идет. А сюда, я напомню, в свою очередь мы прилетели только по одной причине. Потому что здесь есть бериллии, которые нам понадобятся для того, чтобы создавать астрономические исследовательские пакеты. Я уже здесь поизучал, и они достаточно легко делаются в приоритете. Все то, что нам не достает, практически уже имеем. А значит, никакого труда для того, чтобы сделать их, нам не составляет. Я очень надеюсь, что изучив эти астрономические пакеты, мы сможем изучить, наконец-таки, пилоны и подстанции, которые очень сильно помогут мне в дальнейшем строительстве. Сейчас нас ждет достаточно тривиальная задача. Взять немножечко космических рельс и попробовать расстроиться к одной из жил, где мы сможем добывать так нами желаемую руду. Ну, например, к вот этому месту было бы очень неплохо докопаться. Если честно, вот как выглядят космические рельсы, мне гораздо больше нравится. А также нравится безумно тот факт, что мы можем, в принципе, их размещать на космосе без дополнительной опоры. Я тут сейчас немножечко строю на перспективу, с тем учетом, что дальше как-то это все будет разрастаться. Здесь обязательно появятся новые развилки, ведь на орбите нам потребуется очень много всего добывать. Как минимум, не только вот этот вот бериллий, но еще и метановый лед, который потребуется нам рано или поздно. Вот сначала я размещаю первый раз чертеж. Здесь размещается космическая платформа. А потом я размещаю чертеж еще раз, чтобы разместить на эту космическую платформу все подстанции и дрон-станции. В принципе, план меня более-менее устраивает. Так, и теперь мне предстоит вот это вот безобразие, которое есть здесь в очень маленьких масштабах, добывать. Зря, наверное, я сюда пришел, надо было сразу идти к этой жиле. В любом случае, я могу всегда это сделать за кадром. Для нас сейчас приоритетная задача сделать переработку хотя бы по минимуму этой руды, даже которую получится сейчас достигнуть. Станция по загрузке готова. Значит, я могу успешно лететь вот в эту ячейку, где будут продолжать дальнейшее строительство. Для начала желательно бы, чтобы и центр ее заполнился. А пока главное, чтобы Берилли потихонечку добывается и здесь складируется. Но главное это я забыл. Конечно же, я забыл о том, что здесь, как ни странно, есть корабль. Что он, как бы, центр внимания. Я знаю то, что я его немножечко застроил, и теперь это не цельная постройка и вообще не корабль. Но потом, впоследствии, обязательно мы это, наверное, снесем безобразие. Так, коснитесь для захвата. Видимо, как именно коснуться, пока непонятно. А, ну, в принципе, вот и все. Теперь этот корабль полностью мой. Его плоские солнечные панели вырабатывают энергию тоже мне. А ресурсы, которые здесь, ну, почему бы и не использовать, если можно использовать. Так, ничего полезного, кроме как Тесла-пушки я здесь не вижу. Лазерные ячейки, гальминитовый аккумулятор. Гальминит у нас есть, а самого аккумулятора нет. Вот самое полезное, чтобы, возможно, просто так не получится перенести это. Резервуар иононаполнительный. Это как двигатель для данного корабля. К сожалению, пока что у нас нет возможности это перенести. Но, думаю, в будущем возможность появится. А пока вот за космические трубы это вам спасибо. Потом обязательно понадобится. Допустим, где-то вот здесь вот весь гальминит, который добывается, будет разгружаться. А после разгружания мы должны его помещать как минимум в 10 биохимических центров, где он будет дальше видоизменяться. Хорошо, давайте сейчас сделаем. Я хочу, допустим, чтобы вот этот берилл, который здесь добывается, в этом квадрате перерабатывался в первом этапе из самой руды в сульфат бериллия. Для этого нужно его смешать с серной кислотой. С серной кислотой у нас разговор короткий. И нужно будет подготовить отдельный цех для того, чтобы ее оттуда эксплуатировать. И, естественно, я буду ее, наверное, поставлять с наивиса. Пока берилл добывается, я сначала иду заниматься именно тем, чтобы организовать нормальную доставку сюда серной кислоты. Для этого мне неплохо было бы организовать переработку бочек, которые здесь будут обязательно скапливаться в больших количествах. Не думал, что у меня возникнут проблемы с каркасами. Все-таки такой вариант строительства требует большое количество пространства, а значит большое количество каркасов. С этим, к сожалению, ничего уже не поделаешь. И раз я все равно жду, пока я решил отказаться от одного из видов ячеек, и сосредоточен хотя бы на двух в виде добычи жидкости и переработки самой руды. И раз у меня пока что имеются проблемы с серной кислотой, думаю, временным вариантом организовывать саму переработку. Всего 10 биохимических центров требуется, но также при этом требуется целых 1,8 скорости конвейера. Это что-то многовато. Главное для меня сейчас это будет организовать хотя бы примерное производство. Об остальном думать будем после. Прогнутом выхода из этих биохимических центров, помимо сульфита, бериллия, будет еще песок и вода. Вода обязательно мне потребуется в дальнейшем, и так как у меня здесь имеется достаточно большое пространство, я думаю, не лишним будет здесь же размещать и следующий пункт производства, где как раз вода и необходима. Но прежде чем воду использовать, ее бы по-хорошему понемногу хотя бы аккумулировать. Вот так вот потихоньку вода будет выводиться в огромный резервуар. И вроде последнее, что мне здесь останется сейчас делать, это разобраться с сортировкой сульфита, берила и песка, которые также потребуются в дальнейшем. Здесь, конечно, на поясе астероидов есть небольшое количество камня. Я его исследовал, но он находится так далеко и его настолько мало, что мне кажется, легче будет даже сюда, в случае если песка не будет переработанного хватать, отправлять с наивиса. Сортировка готова. Здесь будет получается песок, а здесь сульфит. Сейчас останется дождаться, когда смогут дроны все это разместить, но, как я вижу, у них есть такие большие проблемы по всему этому размещению. Они просто не справляются, их просто не хватает по количеству. Они тут вон бедненькие маленькие, по кусочечку туда-сюда носят и никак не могут, не справляются, конечно, малыши. Ничего, рано или поздно справятся, конечно же. Допустим, с сульфитом мы разобрались. Конечно, серной кислоты у нас нет, но как бы тут в процессе строительства от меня уже ничего не зависит. Чтобы время зря не терять, можно дальше начать делать промежуточные элементы, например, делать биохимический центр, для которого потребуются крионитовые стержни, вода, которую мы получаем на предыдущем уровне, и всего три биохимических центра. По соотношению мы будем получать даже жидкость. Насчет нехватки бериллия я доморачиваться даже не думаю. Получается так, что в эти все центры должны заходить вот так вот по конвейерам. Сульфит, еще и крионит. Но крионит это мы легко сейчас сделаем. Просто мне нужно будет обеспечить разгрузку этого крионита в должном масштабе. Потом я это сделаю, даже если мне придется это делать за кадром, как только я разберусь со всем, что касается вот этой ситуации. Я не стал заморачиваться, просто взял то, что имеется, и разместил примерно такую же, а вернее точно такую же схему, только на наивисе. Останется здесь мне немножечко лишь с манипуляторами разобраться. Я думаю, сейчас мне придется лететь обратно на наивис. У меня закончились все ресурсы, которые я мог бы строить. Также закончилось практически все. Сейчас я сброшу по большей части здесь ресурсы, которые я могу сбросить. Также не мешало бы мне в скором времени, а именно сейчас, наладить здесь электрообеспечение. Ведь в должной мере, если проблемы по обеспечению, то пушки на орбите начинают бесконтрольно сюда отправлять ресурсы. Есть серьезная вероятность, что рано или поздно вот эта вся система просто забьется. Спустя небольшое количество времени, мы приходим к вот такому результату. Я здесь примерно все плюс-минус достроил. Как минимум, нормально сейчас сталь складируется от переработанных бочек. Сюда доводится серная кислота. А также благодаря поезду она умудряется быть еще и вот в этих биохимических центрах. Поезд я уже здесь пустил. Он потихонечку берил и складирует. Все благодаря вот этой жиле. Немножечко пришлось добычу из нее улучшить. В любом случае, ее добывать нужно. И пусть пока в таких маленьких масштабах добывается, я в этом проблемы особо не вижу. Обязательно потом я сделаю добычу еще других жил, которые здесь и обитают. Вполне я тут этого берила достаточно, я считаю. Ну и не забыть, нужно будет обеспечить доставку. То есть мне нужно будет сюда доставлять капсулу доставочной пушки, чтобы уже с помощью доставочных пушек весь искомый ингредиент в виде бериллиевых слитков отсюда улетал. Жидкость теперь теперь все наладилась. Наладилась также доставка сюда корианитовых стержней и угля. С дракета и наивиса. Значит с добычей гидроксида проблем не возникнет. Его мы переделываем банально просто в так же биохимических центрах в бериллиевый порошок. Еще и попутно получаем воду. И воду пускаем в обратку. Честно не знаю будет ли хватать мне воды, но мне кажется ее будет здесь копиться слишком. Если ее будет слишком мало, всегда я могу ее сюда доставлять. А если ее будет слишком много, то всегда я могу пускать ее в энергию допустим. Или куда-то еще и проблем с этим не возникнет. Ну и соответственно когда мы берем этот порошок вместе с углем и обычным песком, который здесь же и получаем, в печках переплавляется и уже получаем искомый слит. В принципе это был и весь рецепт для создания. Сейчас сама руда протекает по нашим конвейерам и мы получаем искомые продукты. Да, я фильтры забыл сделать. Какой я негодяй. Да ну там парочка буквально песка появилась, но это не критично на самом деле. Главное для меня сейчас, чтобы не было здесь излишков песка и не было излишков воды, которая здесь может образовываться. Я вижу банальная проблема, что не хватает скорости манипуляторов. Надо было сюда пакетники ставить, но в любом случае я когда сюда слетаю, все начнет нормально вырисовываться я думаю. Промашина. Опять я с жидкостями набудрил тут, но ничего страшного. Сейчас нужно еще немножечко подредактировать, чтобы жидкость именно в воду мы отсюда аккумулировали и уже от нее избавлялись. А то у меня получалось так, что сульфид, который мы получаем, просто обратно идет и помещается в воду. Это вообще не дело. Ну вот же, другое дело, совершенно другое дело. И как я вижу, потихонечку, потихонечку, слетки начинают делаться и даже некоторые появляют. Значит здесь все замечательно. Так, теперь мне предстоит нетривиальная задача. Начинать делать все остальное. Первая очередная, какая моя задача, сделать так, чтобы здесь на орбите был уголь, который я бы вместе со стеклом и дизельным топливом, а также стальными пластинами перерабатывал в космических фабриках. И причем это я делал бы в гигантских колоссальных количествах. Ну вот так вот как-то примерно выглядит вся эта станция с телескопами, которые я здесь возвел. Все началось с того, что здесь я все-таки решил просто доставлять сюда стекло и лишний раз не захламлять и так захламленную орбиту нашей планеты. То есть здесь у меня получается стекло и уголь соединяются вместе с сталью, которую очень большое количество благодаря бочкам. И также здесь работает биохимический центр, который весь мазут и воду перерабатывает дизельное топливо. Это все соединяется. Получаем мы таким образом чистые наблюдательные системы. И все чистые наблюдательные системы вместе с охлаждением и охлаждающей жидкостью перерабатываются в вот таких трех цехах. В разного вида видимые наблюдательные системы какие-то. Дальше что у нас там? Ультрафиолетовые наблюдательные системы и инфракрасные наблюдательные системы. Они однотипные, как вы можете до ужаса простые и тут ничего интересного нет. Самое интересное начинается вот здесь вот, когда я пытался уместить в неумещаемое. Пожадничал немножечко, надо было наверное это где-то вот здесь вот разместить. Но уже сделанного не воротишь. Возможно, когда-нибудь я буду это все перестраивать, и обязательно это все перестрою. Главное, что у нас здесь имеется, это такая вот небольшая сортировочка мусора и использованных карт. Но, как мне кажется, главное, что мы в результате все эти карты складируем. И у нас есть возможность теперь дальнейшего их использования. Теперь останется, наверное, самое сложное и самое интересное. Это все эти карты соединить, получить мультисплекторальный астрономический анализ, астрономические каталоги, бериллиевые плиты и сами астрономические следовательские пакеты. Но это и многое другое интересное, пожалуй, будет уже в следующей серии. Ну а пока на таком прекрасном моменте мы, наверное, будем с вами потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш Покон Слуга Мамору. И это великолепная, сложная и запутанная база. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока-пока.